В эфире телеканал РБК Уфа, программа «Открытая студия». Мы работаем на площадке Уфимского конгресс-холла, где проходит Международная неделя бизнеса. У нас в гостях министр торговли и услуг Республики Башкортостан Алексей Гусев. Здравствуйте, Алексей Николаевич. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вы оцениваете в целом потенциал Башкортостана в части создания и развития экспортоориентированного производства и торговли? Потенциал довольно-таки высок. Сегодня у нас была дискуссия на одной из площадок, посвященная строительству и развитию оптово-распределительных центров. Здесь мы видим, что именно одним из драйверов развития торговли как раз является строительство подобного рода площадок. И здесь мы видим довольно-таки большой потенциал. Во-первых, здесь нужно разделить внешнее и внутреннее торговли. То, что касается внешней торговли, это, конечно же, географическое положение республики, потому что мы один из немногих субъектов Российской Федерации, который имеет сразу три федеральные трассы. Это М5, М7 и Р240. Второе, то, что в радиусе логистического плеча 500 километров у нас находится 6 городов-миллионников и проживает порядка 22 миллионов населения, а это довольно-таки большой рынок сбыта. А то, что касается развития именно внутренней торговли, здесь мы увидели положительную динамику в прошлом году, когда по итогам 2019 года у нас впервые объем розничного товара оборота превысил 1 триллион рублей. И основным драйвером здесь явилось как раз ввод в эксплуатацию нескольких крупномасштабных отоброспределительных центров на территории республики. На сегодня мы также оценили потенциал и мы видим, что у нас на сегодня непокрытая потребность именно в данном виде услуги составляет порядка 500 тысяч квадратных метров. Это очень важно в том числе и для коммуникации и налаживания товаропроводящих цепочек между небольшими фермерскими хозяйствами и крупными торговыми центрами. Почему? Потому что для торговой сети важна не только ценовая и качественная политика, для нее еще очень важна услуга по складской, транспортной, комплектовочной логистике. И понятно, что у нас на сегодня довольно-таки большой потенциал именно в развитии этого направления и с точки привлечения инвесторов. Расскажите, пожалуйста, как бизнес заинтересован в создании таких оптово-распределительных центров на территории республики? Вы сказали, 500 тысяч квадратных метров нужно еще построить дополнительно. Насколько бизнес заинтересован и есть ли какая-то в этой связи господдержка? Заинтересованность есть. У нас довольно-таки большой пул инвестиционных проектов. То, что касается критерия масштабности, в целом республика с точки зрения развития инвестиционного потенциала делает довольно-таки большие шаги вперед. Это показывает и те результаты по привлечению инвестиций, которые у нас были и будут в 2020 году. И, конечно же, заинтересованные инвесторы есть. Но здесь вопрос в том, что эту информацию нужно доводить. И у нас на сегодня совместно с Министерством сельского хозяйства, совместно с Министерством экономического развития республики Башкортостан разрабатывается программа создания агропродовольственного кластера республики, которая как раз будет неким институтом развития и аккумулятором знаний для соединения в единую логистическую цепочку именно с бытовых организаций, то есть ритейла, логистов, переработчиков и самих производителей. – Расскажите, пожалуйста, о преимуществах оптово-распределительных центров как для ритейла, так и для производителей. Не увеличивает ли это цены на продукты, вот это дополнительное связующее звено между производителями и продавцами? – Наоборот, именно оказание грамотных качественных услуг по складской логистике, транспортной логистике, по логистике сборных грузов. Оно как раз призвано удешевить процесс доставки, потому что у нас на сегодня довольно-таки развитый сектор АПК, и в нем участвуют в том числе и небольшие фермерские хозяйства. И как раз небольшому фермеру довольно-таки сложно выйти на рынок федерального республиканского ритейла, потому что он не может обеспечить необходимый объем поставки, необходимую упаковку. И здесь как раз объединение фермерских хозяйств по созданию одного монопродукта и локализация его на уже распределительном центре, который будет осуществлять именно услугу, оно как раз позволит, первое, увеличить производство непосредственно нашим хозяйством, как бы втянуть их в этот механизм и, конечно же, сократить. Потому что когда идет уже с распределительного центра отправка сборного груза, который в себя включает не одно ИСКАЮ, а множество, и множество производителей различных, и едет это все в один торговый объект. Это, конечно же, уменьшает затраты именно на логистику и на хранение. Возможно, я обращусь к теории. Тем не менее, интересно услышать, насколько оптово-распределительные центры влияют на продовольственную безопасность региона государства. Мы это увидели очень ярко как раз в этом году, когда вот начался период пандемии, и был повышенный спрос на товары первой необходимости. страны некоторые закрывали границы, тем самым нарушая вот эти логистические цепочки. И мы с вами наблюдали в том числе и повышенный спрос, и некий рост цен на товары, которые были представлены на полках. И здесь как раз замещение товара, который привозится извне республики на товар внутриреспубликанский, он как раз закрывает вот эту брешь и создает именно систему продуктовой безопасности непосредственно самой республики. Алексей Николаевич, вот наверняка вы изучали и слышали такую новость на последние дни о том, что Россия не справилась, так скажем, со своей задачей в части импорта, замещения продуктов с Европы. Как в этой связи выглядит Башкортостан? Насколько представленность компаний, которые замещают эту продукцию, есть в республике? Как мы выглядим? Есть, активно идет рост, но, к сожалению, на сегодня данных у меня с собой нет. У меня заключительный вопрос. Алексей Николаевич, со стороны Министерства торговли и услуг также были предложения в честь формирования третьего пакета мер поддержки экономики, который будет презентован на Международной неделе бизнеса. Расскажите, пожалуйста, о тех предложениях, которые именно от вашего ведомства представлены. Все-таки хотелось бы рассказывать о тех предложениях, которые будут утверждены, но первая задача, которую мы перед собой видим, это как раз создание вот этой вот логистической составляющей. То есть это создание управляющей компанией агропродовольственного кластера, который будет как раз являться тем аккумулятором знаний, что нам необходимо произвести, чтобы уже Министерство сельского хозяйства выполнили именно эту задачу, что нам необходимо реализовать с точки зрения именно вот среднего звена. Это переработка и логистика, те же самые ОРЦ. Это уже, соответственно, задача по привлечению инвестиций в регион. И наша, конечно, задача – это наладить взаимодействие с сетями. И сегодня мы активно ведем эту работу. До начала истории с пандемией мы встречались со всеми сетями, которые представлены на территории республики. У нас на сегодня общий объем продукции, реализуемой на территории республики, это порядка 450 миллиардов рублей. Мы этот объем полностью оцифровали. То есть у нас есть четкое понимание, какой продукт нужен, какое техническое задание должно быть вплоть до объемов по логистике. И как раз мы перед собой видим задачу. То есть у нас есть гарантированный сбыт. И вот этот гарантированный сбыт должен быть как раз тем фактором привлечения инвестиций в развитие предприятий, перерабатывающей промышленность, логистической составляющей, и в том числе производства продукции. Алексей Николаевич, еще подспудный вопрос по крупному ритейлу, который также занимается строительством своих оптово-распределительных центров. Каков интерес нашего ритейла, который представлен в республике, в создании таких центров? Есть ли какие-то проекты? Интерес есть, причем это не только республиканские сети, это в том числе и федеральные сети, они также заинтересованы. Потому что мы прекрасно понимаем, что если сетка работает не на один субъект Российской Федерации, а на несколько, то у них, соответственно, как-то уже логистика формируется. И не всегда распределительные центры этих сетей находятся на территории нашей республики. И мы когда анализировали, к примеру, объем производства и объем потребления, то есть мы брали объем производства монопродукта, складывали с объемом ввоза этого продукта. И мы понимали, что эти два составляющих объема у нас больше, чем объем потребления. Соответственно, мы можем сделать выбор, что часть продукции, производящей нашей территории, уезжает за территорию республики. Там уже происходит первичная подработка, упаковка, хранение. И потом к нам приезжает совершенно другая добавленная стоимость. Вот наша задача как раз эту ситуацию поменять. Сделать так, чтобы именно первое, увеличить объем производства собственной продукции. Второе, создать необходимое предприятие по переработке, по хранению, по транспортировке данной продукции. И наладить коммуникации как раз сетями, как республиканскими, так и федеральными. Спасибо большое вам за интернет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!